С сегодняшнего дня комплексы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД перешли на полный режим работы на пяти перекрестках Якутска. Виталий Абрамов продолжит. Прошло уже два года с установки первой системы видеоконтроля на перекрестке улиц Петровского и Аюнского. И с тех пор, со слов ГИБДД, на этом пересечении значительно снизилось количество серьезных ДТП. Данный положительный пример убедил властей использовать больше подобных комплексов. И всего в настоящий момент в республике насчитывается 48 единиц подобного оборудования. В Якутске камеры в круглосуточном режиме отныне будут работать на пяти перекрестках. Скажем, Лермонтово и Дзержинского автодорога – это самая интенсивная автодорога. Там до этого тоже дорожно-транспортное происшествие было очень много. Концентрация ДТП допускалась. Поэтому именно вот эти дороги выбраны. Так, с начала года на уже выше названном перекрестке было зафиксировано свыше 92 тысяч нарушений. Вследствие чего Дорожный фонд республики поступило более 58 миллионов рублей. И это только с одного участка. Все данные о нарушениях стекаются в сервер ГИБДД и после проверки оформляется постановление. Номер государственной автомашины, марка автомашины, если все правильно, оформляется в постановлении. И в электронном виде постановление, вот это оформленное, идет уже в почту. В почту России. То есть распечатывается там же? Да, почта распечатывается после России и уже до нарушителя. Но кроме стационарных существуют и передвижные комплексы. Наверняка многие из вас замечали камеры с частными автомобилями. И у многих появлялся резонный вопрос. А кто и что они такие? Ну, это не частные работники, во-первых. Это наши работники. Ну, как я сказал, согласно наряду они стоят по очагам аварийности. Не в селях заработки денежных средств. А первая задача стоит снижение дорожных транспортных средств. Это вопрос стоит по всей России. Водители с пониманием относятся к нововведениям. Но вместе с тем есть ряд замечаний. Ну, с одной стороны, у меня хорошо ограничивает скорость. Но в темноте, наверное, с далека его не видно. И впереди, соответственно, должны были бы знаки поставить, что стоит камера фиксации. Но, к сожалению, по закону установка соответствующих знаков перед мобильным комплексом не предусмотрена. И всем нам остается только соблюдать правила дорожного движения. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.